Хотелось бы поговорить с вами о эмоциях. Существует огромная масса позитивных и негативных эмоций, которые в нашей жизни занимают огромную, то есть всепоглощающую роль. Эмоции есть. Можно подразделить эмоции просто. Зависть, ревность, злость, желание. Желание очень интересно. Хочу, хочу этого, хочу того. Это тоже эмоция. Она несколько другого качества. Тоже эмоция. Ну что, радость, радость очень хорошая. Ну вот, пожалуй, наше знание о эмоциях ограничивается обычным перечислением или же литературными оборотами в книжках, которые выдумывает писатель. Что же касается Востока. На Востоке есть четкое распределение эмоций как энергетических состояний. То есть представьте себе, что каждая эмоция имеет определенную частоту волны. И вот, и каждая эмоция еще к тому же, она прикреплена к определенной части тела. Если кто-нибудь испытывал злость когда-нибудь, то есть большинство наверняка испытывало, обычно мы злимся на ближних, то чувствуем, как у нас волна поднимается в груди, такая охватывающая нас, и она ведет. Вот, это уже не злость, это гнев, наверное, такой. Можно сказать, что гнев очень тесно связан со страхом. То есть люди гневные, они очень трусливые к тому же. То есть те вспышки гнева, они, в принципе, имеют обратную сторону. Но это страх. То есть есть эмоция эгоизма. То есть эгоизм всегда у нас немножко ниже пупка. Вот здесь вот такая вот чакра находится по восточным понятиям желтого цвета. А, забыл сказать, что злость и эмоция злости находятся в груди. Вот, и она, как бы, символ эмоции – это змея. Вот злость у змеи, такая гипертрофированная эмоция в виде змеи, злость. Эгоизм – это символ лев. Желтенький лев, он такой вот. Все, что нам, над нами смеются, мы реагируем, когда это самое, мы реагируем именно этим местом. То есть возникающая эмоция такого эгоизма – это именно отсюда она выходит. Мы этим, тело, наши тела этими эмоциями общаются. Вот, и, допустим, зависть, ревность – это уже, она находится еще ниже. Эта чакра находится в районе ануса, там, где-то там. Вот она зеленого цвета и символ ее обезьяна. То есть завистливая такая обезьяна сидит, и там вот у кого-то есть банан, она так смотрит. Ей тоже хочется очень этот банан, или у кого-то машина, Мерседес, а то там, вот, сосед купил что-то, какую-то мебель, тоже хочется. То есть зависть, ревность. Ревность – это вообще отдельная такая, можно сказать, ревность – это зависть с эгоизмом, это самое. То есть что-то нечто усредненное, она так называется, она не имеет определенной чакры, она, вот, ревность, как бы, соединена с эгоизмом. Но она сама по себе не существует, потому что, можно сказать, что нет эгоизма, нет проблем. То есть проблемы всегда возникают, когда существуют какие-то эгоистические убеждения или же желания, ну, какие-то проблемы межличностные. Будем так говорить, что, а, еще есть, вот здесь вот, в районе горла находится чакра желания, то есть символ петух. Оно постоянно изменяется, постоянно хочется этого, хочется конфетку, хочется человек, то есть постоянно в своих желаниях тонет. Вот, он не умеет жить без желаний. Вот. И надо сказать еще одну очень интересную вещь, что все эти желания, они мешаются, то есть перемешиваются. Желания с эгоизмом, ревность с эгоизмом, зависть с эгоизмом, злость с эгоизмом, вот он так, ну, в общем, в чистом виде, в чистом виде эмоций, как бы, очень мало. И вряд ли их встретишь. Просто это значит, как можно быть злым на никого? Или на себя? Ну, на себя это понятно, эгоизм, свой эгоизм, сам себя съедать. Ну, это клинические случаи, мы их не будем брать в расчет. Вот. И это помешание, смесь, смесь. Вот, в Польше есть такое понятие, у нас сумасшедшего называют помешанным. То есть помешанным, то есть у меня все перемешалось, нет связи с реальностью. Вот. А мы, для нас зачастую реальность в эмоциональном мире, то есть это вот эти эмоциональные состояния, в котором мы живем. То есть мы практически в них постоянно находимся. Вот. И на Востоке есть еще такое апогеум, королева. То есть она не особо связана с эмоциями, но королева всех этих эмоций. То есть вот здесь вот такая белая чакра, которая как бы символизирует неведение, отсутствие знаний. Вот отсутствие вот этих знаний о самих себе, о эмоциях, в любом виде. Если бы на Западе была развита школа, которая бы именно занималась описанием физико-психологического состояния человека, эмоциональных, вот эта наука. Так как ее нет, человек, не зная, что происходит, он живет себе в этих своих эмоциональных состояниях, и никто его не научил тому, что может быть иначе. Ну, никто, кроме, конечно, церкви религии, которая говорит, что молись и успокаивая свою душу, и тогда эти эмоциональные состояния как бы утихомириваются и сойдут на нет. Но так как мы живем в мире светской жизнью и не являемся монахами, поэтому утихомирить нам как бы вряд ли удастся. Поэтому существуют, кроме этого, другие методики, которые позволяют именно трансформацию. Есть дорожка трансформации. Получается так, что вот эта злость, которая в нас сидит, которая здесь возникает, да, она имеет свою чистоту. Если ее не впихивать в себе, что само по себе приведет к заболеванию, допустим, на этом уровне печенки, потому что злые люди, обычно, которые стараются утихомирить свою злость и не показывать на людях, у них заболевание печени происходит. То есть рак, рак печени. То есть можно сказать, что рак это болезнь, связанная с эмоциональным планом. То есть когда ее эмоцию стараются притупить и убрать, она на этом уровне и проявляется. Значит, если трансформировать, рассматривая эту злость, не то, что ее убирая, а просто рассматривая, как она возникает, как происходит, со временем такого просто нейтрального рассмотрения, не журяя себя за то, что она возникает, но возникает и возникает. Просто просматриваешь ее, смотришь, знакомишься с ней. В конце концов, если удастся, то можно эту злость трансформировать в благость. То есть то духовное состояние, полноты и ясности, отсутствие внутреннего диалога, то есть это получается святость. По восточным схематам это самадхи, то есть внутренняя тишина, покой и благость. То есть тебя очень прекрасно чувствуешь. Получается, что злость, в конце концов, если человек работает со своим сознанием и телом, то это помощник, и если без нее не получится почувствовать себя благо, как святой человек. То есть она присутствует как обязательный элемент этого процесса. То есть эгоизм, тоже можно работать с ним, он трансформируется как равность. То есть если эгоизм перестает доминировать, то есть мы его просматриваем, все замечаем каждый наш шаг эгоистический, каждое движение этой мысли эгоистической, то в конце концов оно перестает существовать. И оно трансформируется в равность. То есть президент, день добрый президент, Владимир Владимирович, день добрый. Если какой-то пьяница, то его приветствуют. То есть равное отношение ко всему, что нас окружает. То есть перестает быть различия социальные, вообще какие-то исчезают. То есть нет негатива к пьяницам каким-то низким особам и нет раблепия к кому-то. То есть этого не существует, перестает существовать. Также имеют свою трансформацию другие чакры. В общем, в этом коротком обзоре хотел бы просто познакомить вас с тем, что эмоции это не только литературные какие-то образы, которые мы питаем, которые нас описывают и мы кого-то можем описать. Это еще обычная математически измеряемая энергия, которая вырабатывает наше тело. То есть рефлексирует на какие-то раздражители. То есть если мы познакомимся с своим телом, то мы можем и эти эмоции держать под контролем. То есть всех наших змеюшек, львов, обезьян мы можем просто взять на поводок и вводить их просто ради удовольствия. И тогда мы станем здесь настоящими, стопроцентными людьми. То есть лишенными каких-то животных этих самых. Единственная эмоция, которую мы в себе можем развивать, это радость. К этому я надеюсь, думаю, и надеюсь, что все должны стремиться, потому что другого смысла в жизни просто очень сложно себе представить. Кроме, конечно, как работа со своим сознанием, духовной практики, то есть познавание себя. Удачи вам! Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok